Приветствую вас, Лариса, давайте разберём ваш вопрос. Я думаю, что как начать разговор мы не знаем точно, потому что мы не знаем ни вас, ни вашего мужа. Как вот мне по крайней мере кажется. И соответственно очень важно понять чего вы хотите. Если муж перестал относиться к вам как к женщине, то я думаю, что у этого как минимум есть свои причины. Думаю, у этого есть как минимум свои основания. Да, только вот вопрос в том, в том конечно остается открытым, но вопрос, что это за причины и что это за основания. Потому что в какой-то момент, я так понимаю, что-то пошло не так в какой-то момент, что-то пошло вот таким образом, что вас это устраивать собственно говоря перестало. Вот. Поэтому здесь, как мне кажется, в первую очередь нужно поисследовать именно то, что произошло. Второе. Не знаю, отдаёте ли вы себе отчёт в этом или нет, но вы очень тревожитесь по поводу будущего. То есть, по моим ощущениям, вы не слишком-то себе доверяете. По моим ощущениям, вы пытаетесь опереться на своего мужа. Вот. А не на себя. По моим ощущениям, вы, ну вот грубо говоря, не чувствуете себя полноценной из-за того, что муж ведёт себя, ну вот так, как он себя ведёт, да, с вами. И, на мой взгляд, это нужно исследовать. То есть, что в вашем поведении, что в вашем, ну вот, в ваших отношениях привело к тому, что он вот так стал к вам относиться. Вряд ли это, знаете ли, произошло вот случайно. Я, я не думаю, что это произошло случайно. Я думаю, что это имеет под собой вполне такую вот историю. Только, что это за история, пока мы не знаем. Вот. Нужно это преследовать, как мне кажется. Очень важно, чтобы мы это преследовали. И поработать с вашими страхами, конечно. Вот. То есть, чтобы вы сами, вот, увидели, чего именно вы боитесь, как конкретно вас это задевает. Вот. Потому что сейчас, на мой взгляд, то, что пытаетесь вы сделать, это вы пытаетесь добиться у мужа ответа на вопрос, как он к вам относится. То есть, иными словами, переложить ответственность за свои переживания на него, на его. Хорошая ли эта идея, да, для сохранения вашего, ну, брака и ваших отношений? На мой взгляд, нет. Потому что, ну, вы его таким образом, вот, только оттолкнете от себя еще больше, уже, по сути, вы его оттолкиваете таким образом. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вам, преди всего, имело бы смысл, да, вот, как-то вот разобраться бы в себе. В первую очередь, наверное, и имело бы смысл, как-то, вот, поисследовать эту историю. Вот. Итак, отношения с мужем не устраивает в эмоционально-мотивной базе, очень не хватает внимания, положительных эмоций и секций. Об этом нужно разговаривать, но я полагаю, не совсем так, как это делаете вы. Вот. Я полагаю, что разговаривать об этом нужно несколько иначе. Я полагаю, что разговаривать об этом нужно, нужно, как-бы, более тонко, более деликатно, более деликатно. Вот. Ну, и, как мне кажется, не из вот этой позиции, какой-то такой, знаете, ну, истерично-агрессивной, да. Вот. Которая связана со страхом, опять же, как мне кажется. Вот. Поэтому идея, моя идея заключается в том, чтобы вы разграничили свои потребности. Что это значит? Что это значит? Что это значит по разграничить свои потребности? Это значит, что, внимание, положительные эмоции – это ваше состояние, а ответственность за который вы переложили на своего мужа и тем самым, по сути, ну, я бы сказал, что они стали от него, от него зависими. Вот. Именно потому, что вот переложили на него ответственно за своё, своё эмоциональное состояние. Да. Конечно же, секс – очень важная потребность. И, конечно же, игнорировать её – это потребность. Нельзя. Но. И секс, как мне кажется, нельзя воспринимать как что-то вот такое, знаете, однозначно, то есть, ну, отдельно. Нельзя. Потому что секс всё-таки это, ну, в данном случае, это, эм, как бы, часть структуры, структуры ваших отношений. И, на мой взгляд, эм, ну, вычленять из, эм, всей структуры ваших отношений. Только, например, положительные эмоции, внимание или секс, значит, не видит, э, отношения целиком. Вот. Понимаете? Такая штука. Это с одной стороны. С другой стороны. С другой стороны. насколько интересен и интересен ли он вам в целом, вот, потому что не совсем понятно, да, вот насколько вы, ну, как был, насколько вы им интересуетесь, понимаете, какая штука, вот, то есть это, вот, на мой взгляд, очень важная история, такие вот элементы отношений ваших с мужем. Следующее, о чем нужно сказать, это ваша собственная самостоятельность, да, вот, то есть, насколько вы самостоятельны сами, ну, без своего мужа, что вы о себе думаете, ну, вот, сами, да, как бы, ну, без мужа, то есть, ну, вот, в отрыве некоторым от мужа, да, вот. Это, на мой взгляд, достаточно важный момент, вот, потому что, от этого зависит ваше восприятие человека, понимаете, да, и почему, как мне кажется, то, о чем сейчас вы говорите, это, вот, некоторые такой, получается, отрыв от себя, вот, некоторый такой отрыв от, ну, от ощущения, если угодно, своей собственной ценности, вот, понимаете, какая штука, вот, и, соответственно, вот это вот ощущение остается, вам нужно вернуть, как мне кажется, опять же, как мне кажется, ну, вам это ощущение нужно вернуть, вот, ну, не извиняюсь, я не очень, как бы, пока что, значит, понимаю и вижу, насколько вам это откликается, вот, вот, и это, мне кажется, тоже важно понять, вот, такой момент, ну, как бы, на который я хотел бы обратить ваше внимание сейчас, вот, вот примерно, примерно, примерно так я бы ответил вам на вопрос, вот, ну, то есть вы даже, собственно, вопрос, как бы, не задаете, да, вот, нет, вопрос, как бы, вот, ну, мне кажется, что, было бы хорошо, если бы вы его, ну, вот, сформулировали, а, было бы здорово, если бы вы его, как-то озвучили, вот, ну, по крайней мере, мне так, кажется, вот, и, соответственно, из этого я бы предложил бы вам исходить, вот, как-то, наверное, как-то, наверное, так, такой ответ я мог бы вам предложить сейчас, вот, давайте, наверное, на этом закончим, вот, я желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, я думаю, что за страхом неопределенности и, в том числе, вашей, может быть, старости тоже нужно поработать там, да, то, о чем вы говорите, это тотальное недоверие себе, удачи вам, всего самого доброго и спокойствия.